Здравствуйте, с вами Тед Ма и около криминальной новости в Великобритании. На прошедшей неделе у полиции Лондона напрочь отказали тормоза. На видео вы можете заметить, как полицейские под прикрытием тормозят непосредственно от своего коллегу, который находится не под прикрытием. Не иначе, как забыли пройти мод или прошли его по блату. Полиция Стивен Эджа применила шокер к пожилому мужчине, укравшему банку пива. Меня не смущает то, что полицейские с трудом могут арестовать одного пожилого мужчину. Меня смущает мощность шокера, который практически не вызывает никаких последствий после его применения. В Кроуле полиция арестовала мужчину по подозрению в попытке убийства. Два человека были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Но видите, в виде человека, который размахивает мечом. Я думаю, у потерпевших стоит проверить зубы. Возможно, это вампиры. А возможно, мы арестовали единственного нашего спасителя. Интеллектуально недоразвитый малолетний представитель рода человечества запустил фейерверк непосредственно в торговый центр, после чего бросился на утек. К сожалению, неизвестно, был он наказан или нет, но будем надеяться, что Всевышний не дремлет. На видео из Манчестера видно, как группа молодых людей дерется палками от швабр. Будем надеяться, что это была драка за чистоту. И не расовую. В Бирмингеме группа молодых людей с оружием в руках мотюками и улюлюканем преследовала убегающего от них. Человека. Исход этой гонки неизвестен, но за прошедшую неделю в Бирмингеме было жарко. Два человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранами. Один в шею, другой в ногу. На камеру CCTV в Манчестере попал момент, когда мужчина обезоружил нападающего с ножом. Мужчина выходил из дома, видимо, со своей девушкой. После чего к ним приблизился неизвестный и завязала словесная перепалка. Мужчина отправил девушку домой, за это ему респект и уважуха, и быстренько уложил на землю и отобрал оружие у нападающего. Охранник магазина Азда продемонстрировал шикарный правый кросс в челюсть на посетителе с ножом. Посетитель явно не имел добрых намерений, после чего был отправлен в глубокий аккаунт и выдворен за пределы магазина волоком. И от поножовщины переходим к новостям о борцах за природу нашу матушку. За эту неделю было несколько случаев блокировок дорог, а также борцы за права животных влезли в хоум офис. Так сказать, принесли права животных прямиком к правительству на стол. И от новостей от борцов за права животных непосредственно к миру животных. Футбольные фанаты клуба Вестхам и Тоттенхам сошлись в кулачном поединке после футбольного матча. За ними также последовали фанаты Кавантри и Дерби, которые тоже решили друг другу начистить морды по старой доброй английской традиции. В комментариях люди говорят, что футбол пора запретить, потому что, ну зачем это все надо? И из мира животных переходим к одноклеточным. Прошедшая неделя стала богатой на оскорбления на расы и почвы, попавших на видео. В обоих случаях пострадали пакистанцы, которых назвали обидным словом паки. В первом случае действие имело место быть в Бирмингеме. Девушку, которую выгнали из клуба, засняли в тот момент, когда она оскорбляла вышибалу. Ей его предупредили, что она going viral, то есть она станет популярной в интернете, что в итоге и произошло. Во втором случае девушка отказалась одеть маску и наехала на водителя такси. Он вежливо с ней общается и говорит, что ей все возместят и не надо разводить здесь бугурт. Но в конце она не выдерживает, выходит, хлопает дверью, бьет машину, в общем ведет себя совсем уж непотребно. А у меня на сегодня все. Ребята, было очень прекрасно для вас собирать всякую трешачину и докладывать в более-менее веселом формате. Я ухожу в отпуск и не знаю, когда вернусь и вернусь ли. Но у меня есть мой канал «Записки иммигранта», где я с Кириллом мы творим всякое разное, ну как творим, рассказываем интересное про жизнь в Англии. Не очень регулярно, но всегда качественно. Заходите, подписывайтесь, ссылочка будет наверху и в описании. А главная причина, почему я ухожу, у меня очень сильный и напряженный тренировочный график. Если вам интересно посмотреть, как я готовлюсь к триатлону всей моей жизни, то подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка тоже будет внизу. Все, спасибо. Надеюсь, до новых встреч когда-нибудь в обозривом, светлом будущем. Олег, вам слово.